Эфир телеканала ННТ, продолжают новости Дагестан в студии Зухра Алиева. Здравствуйте, и вот о чем мы расскажем в выпуске. Негуманный, а басманный. Замглавы МВД по Дагестану Руфат Исмаилов заключен под стражу решением московского суда. За знаниями на новых авто дагестанские школы получили 49 автобусов. Сразу два приятных события. Торжественное открытие газораспределительной сети и современные спортивные площадки прошло в Ногайском районе. Лучшие на Кубке России. Об успешном выступлении дагестанских грэпплеров узнаем из спортивных новостей. Ну а теперь об этих и других событиях дня более подробно. Басманный суд Москвы заключил заместителя главы МВД по Дагестану Руфата Исмаилова под стражу сроком на два месяца до 2 января. Полицейского обвиняют в получении взяток в размере 300 тысяч и 1 миллиона. Кроме этого, известно, что Исмаилов передал предпринимателю 100 миллионов рублей на покупку оборудования для майнинга криптовалюты. Однако затем с использованием служебного положения требовал возвращения этих денег обратно. По этому делу проходит также заместитель Исмаилова Далгат Абдулгопуров. Напомним, оба фигуранта были накануне задержаны силовиками в Махачкале и этапированы в столицу. ДТП со смертельным исходом. В Буйнакском районе водитель «Газели» не заметил человека на обочине и сбил его насмерть. Несчастный случай произошел в Гимринском тоннеле, когда грузовик, проезжая мимо, наехал на проводившего работы сотрудника дорожной службы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. К другим темам 49 автобусов для дагестанских школ. Ключи от нового транспорта руководителям образовательных учреждений вручил глава правительства региона Абдул-Муслимов. Премьер в сопровождении профильного министра лично осмотрел автомобили. Машины марки «Газ» и «ПАЗ» приобретены за счет средств федерального бюджета. Общая сумма потраченных средств превышает 149 миллионов рублей. Ремни безопасности тоже есть, да? Да, да, все, если вас нет. Все, хорошо. Пока один, потом еще второй. Более 4,5 тысяч человек в Буйнакске получили компенсационные выплаты. Речь идет о жителях, чье имущество пострадало во время ливни с градом в середине июня этого года. Как сообщает мэр города Исламудин Нургудаев, материалы еще на 350 семей находятся на стадии проверки в МЧС Дагестана. Затем будет подготовлен проект распоряжения правительства республики, завершающего этапа выделения финансовых средств пострадавшим. Сразу два радостных события в селе Кунбатар Ногайского района. Здесь в торжественной обстановке открыли газораспределительную сеть и современную спортивную площадку. О празднике, который объединяет, в материале нашего корреспондента Салии Магомедовой. Ей слово. На торжественном мероприятии собрались все от мала до велика. Дети долго ждали пространства, где можно повеселиться и поиграть. Еще дольше, по разным оценкам от 25 до 40 лет, ждали взрослые, когда в их домах наконец появится газ. Вот мы на сегодня вот этой газификации дождались. И спортивная площадка тоже. Но в этот раз мы ждали очень долго. Не в том, что годами, десятилетиями, потому что самое большое село района. Ну, нам, слава Аллаху, что все-таки мы дожили до этого дня. Длина возведенной распределительной сети составляет почти 29 километров, а ее стоимость – 51 миллион рублей. Радостное событие с местными жителями разделили руководители, министерств и ведомств республики. Говоря о самой газификации, необходимо отметить, что тут решается таким образом целый комплекс проблем. Во-первых, жители села получают вид топлива более дешевый, более сбалансированный, нежели, как мы понимаем, электроэнергия, которая до сих пор отапливает жилища, либо какими-то другими видами топлива. Во-вторых, когда мы как Министерство энергетики оцениваем состояние топливно-энергетического комплекса республики, мы же знаем и о проблемах электросетевого хозяйства. Теперь же, когда в таком крупном селе, как Кунбатар, появляется газ, это существенным образом снижает нагрузку на электросетевой комплекс. На данный момент пуск голубого топлива стал возможен для жителей двух домов, а для остальных жилых помещений предусмотрено строительство внутридомовых газовых сетей. Но большие перемены, как известно, требуют большой ответственности. Мы не должны забывать о том, что газ – вещество взрывоопасное, и ни в коем случае нельзя игнорировать правила безопасного использования его в быту. В этих целях эксплуатационно-газовой службы нашей организации было дано строгое поручение очень ответственно и добросовестно провести инструктажи среди населения, обеспечить всех жителей памятками, буклетами, а также очень ответственно проводить мероприятия по техническому ослуживанию внутридомового газового оборудования. Основная часть торжеств прошла на новом спортивном объекте. Здесь расположены мини-футбольное поле, волейбольная и баскетбольная зоны, беговая дорожка на 100 и 200 метров. Спортплощадка занимает 3000 квадратных метров. Размер вложенных средств достиг 14 миллионов рублей. Народ един тогда, когда решаются социально значимые вопросы, такие как строительство, создание условий, строительство детских площадок, спортивных площадок, создание условий, бытовых условий. Жители этого села очень долго ждали, но какими радостными сегодня взглядами они нас встретили. Потому что тепло в доме, тепло в селе, в районе, в республике, от этого зависит в целом состояние всего нашего общества. Оба объекта построены по государственной программе комплексное развитие сельских территорий, которую реализует Минсельхозпрод Дагестана с подведомственным учреждением «Агрострой». Но и это еще не все. Сейчас на территории Ногайского района возводят три образовательных учреждения. Они будут сданы в эксплуатацию в 2024 году. Салия Магомедова, Дауд Гасанов, Новости ННТ, Ногайский район. Муфтия Дагестан объявляет об очередном 10-м открытом конкурсе среди чтецов и хафизов Корана. Он пройдет 25-26 ноября в селе Дылым Казбековского района. Участники будут соревноваться по шести номинациям, в том числе чтение наизусть всего Корана, красивое и правильное чтение, а также точное воспроизведение дагестанского азана. Чествование победителей и призеров пройдет после финальной части на специальном маджрисе. Призовой фонд конкурса составляет полтора миллиона рублей. Более подробную информацию можно узнать по номеру, указанному на экране. Ну и в завершении выпуска о спорте дагестанские грэпплеры стали лучшими на Кубке России в Нарапоминске. Воспитанники спортшкол республики преуспели сразу в двух дисциплинах данного вида единоборств. В разделе грэпплинг без кимоно золотые медали завоевали Артура Гоширинов, Апандия Магаев и Даургаджи Ибрагимов. В кимоно на первую ступень пьедестала поднимались Адильхан Валиев, Давуд Магомедов и Билал Курбабагамаев. Победители соревнований станут участниками чемпионата Европы, который пройдет весной следующего года. А футболисты «Динамо» продолжают борьбу за выход в российскую премьер-лигу. От первого места дагестанскую команду отделяют всего два очка. Второй круг чемпионата «Махачкалинцы» начнут домашним матчем с Хабаровским СКА. Встреча пройдет в воскресенье 12 ноября на Анжиарине в Каспийске. Болельщики смогут попасть на эту игру бесплатно. Смотрите нас также на нашем телеграм-канале. А у меня на этом все. Добрых вам новостей и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова